В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Учащиеся в видновской школе номер 7 и гимназии продемонстрировали свои знания о финансово-экономическом квесте. Уровень подготовки, уровень ребят и в 7 школе, и в гимназии очень высокий. В муниципалитете продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На сегодняшний момент было собрано, сложно оценить, где-то порядка 3-4 тонн продуктов, амуниции и всего необходимого для Донбасса. Во дворце спорта Видное прошло первенство Ленинского городского округа под дзюдо. Первая девочка была не очень сильная, была легкая, а вторая, ну с ней уже надо было попотеть. Многие современные подростки хорошо подкованы в области финансов и права, экономики и киберпространства. Учащиеся девятых классов видновской школы номер 7 и гимназии смогли продемонстрировать свои знания во время квеста, организованного Министерством экономики и финансов Московской области, Центральным банком Российской Федерации и платформой «Россия – страна возможностей». Татьяна Брулова продолжит тему. 260 учеников из двух школ Видного стали участниками большой игры, дающей возможность проявить свои знания в мире финансов. Перед стартом ребят поприветствовал заместитель министра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров. Хочу пожелать, чтобы вы думали открыто, чтобы вы креативили, чтобы не было каких-то таких скучных вещей от вас. Попробуйте получить от нашего сегодняшнего мероприятия максимум удовольствия. И понеслось. Команда, а их всего было восемь, рассредоточились по кабинетам, где их уже ждали эксперты, которые давали задания и контролировали выполнение, а также время, которое тоже имело значение. Всего нужно было пройти восемь тематических станций. Находы семейного бюджета – это? – Стипендия. – Так. Этап под названием «Кибергигиена» заставил попыхтеть участников квеста. Тем не менее, ребята не унывали. К слову, что означает эта самая «Кибергигиена», школьники прекрасно понимают. Елисей Звездкин – будущий режиссер, считает, что это очень актуально в наше время. Это то, насколько мы аккуратны в интернете, то, как мы ведем себя там, дабы не попасть на вредоносные сайты и на подозрительных личностей. Еще один этап позволил немного расслабиться. Его модератор предлагал ребятам вспомнить песни на тему финансов. И тут в бой вступили педагоги. Ах, эти деньги, 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 рублики, франки, фунты, стерлинги, да тублики. Ах, эти деньги, день, 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 жата, денежки, что-то там милее девушки. Спасли команду. Да, я знаю. Куратором одного из этапов квеста стала Светлана Репина – суперфиналист конкурса «Лидера России». Девушка благодарна Министерству финансов Московской области за приглашение принять участие в интеллектуальном марафоне. Пока что у ребят, естественно, не до конца сложилось понимание, какие, допустим, доходы могут быть постоянными, какие могут быть переменными, да, то есть непостоянно получаемыми. Ну, то здесь как раз таки вот особенности банковской в том числе деятельности. Честно признаюсь, я даже удивлен, потому что некоторые ответы прилетают с такой скоростью, что как будто дети вообще заранее все знали. Мы им ничего заранее не раздавали, но уровень подготовки, уровень ребят и в седьмой школе, и в гимназии очень высокий. В Винновской гимназии есть уроки функциональной грамотности. Благодаря им ребята неплохо ориентируются в мире экономики и финансов. Больше всего у нас в это погружены старшие классы, у них даже экономика есть такой предмет. И интерес достаточно явный, потому что у нас многие дети после 11 класса поступают в высшее учебное заведение, связанное с экономикой. Например, у нас очень много детей в высшей школе экономики учатся и, соответственно, в финансовом университете. Наверное, именно поэтому для большинства гимназистов ответить на вопросы квеста не составило особого труда. Но многие говорили, что из этой большой игры узнали и новое. Какие профессии можно начинать с 14 лет, что осваивать можно, что делать. По итогам квеста победители ждали призы – поход в боулинг и билеты в кинотеатр «Искра» от Винновской дирекции киносети. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Донбассе. Депутатский корпус муниципалитета помогает собирать все необходимое для военнослужащих. Первая партия груза для 42-й мотострелковой дивизии уже в дороге к месту назначения. Подробности в нашем сюжете. Сотни коробок с гуманитарной помощью для нашей подшефной 42-й мотострелковой дивизии при активной поддержке жителей собрали депутаты Ленинского городского округа. Это продуктовые наборы, медикаменты и промышленные товары. Мы идем по списку тому, который получили из дивизии и мы следуем четко выполняя те заявки, которые нам прислали. В списке необходимого также экипировка, специальная обувь, головные уборы, дождевики, спальники. Для подшефной дивизии закуплены радиостанции, тепловизоры, палатки, генераторы и другие необходимые устройства. На сегодняшний момент было собрано, сложно оценить, где-то порядка 3-4 тонн продуктов, амуниции и всего необходимого для Донбасса. В подготовке гуманитарного конвоя активное участие приняли также неравнодушные жители и предприниматели округа. Все наши арендаторы активно тоже настроены не стали, тоже, кто чем необходимо, можно помочь. Они все действительно помогают. Там кто-то с генераторами, кто-то там ботинками и так далее, и так далее. Плотно загруженные гуманитарным грузом машины уже выдвинулись к месту назначения. Представители Всероссийской организации ветеранов боевого братства совсем скоро доставят необходимую помощь в точку проведения специальной военной операции. Собрали команды Ленинского городского округа. Это Спаский Алексей Петрович, Радченко Станислав Николаевич. Корпус депутатов Ленинского городского округа. Неравнодушные предприниматели, которые вложили свои силы, свой труд для того, чтобы мы закупили то, что необходимо для нашей подшипности 42-й мотострелковой. Хотелось также сказать огромное спасибо всем жителям, которые приняли участие в этой акции. Своих не бросаем в специальной операции по защите Донбасса. Акция по сбору помощи продолжается. Активисты приступили к формированию следующей партии груза. В первую очередь туда войдут квадрокоптеры, медицинские наборы и зимняя экипировка. Наталья Буслаева, Юлия Погасьян, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. На днях в Видновском перинатальном центре выписали жительницу Чеховского округа Московской области Лилию Мушечкову, родившую своего 12-го ребенка. Как чувствует себя мама и ее новорожденная малышка, расскажем в нашем следующем сюжете. 33-летняя жительница Чеховского городского округа Московской области Лилия Мушечкова на днях стала счастливой мамой. Дочку назвали Авигеей в честь одной из жен царя Давида из Ветхого Завета. Это 12-й ребенок в многодетной семье. Восемь девочек, четыре мальчика. У нас трое первых девочек учатся в школе и дополнительно на скрипках. Два мальчика учатся на аккордеоне играть и одна девочка на слете. Младших троих детей Лилия рожала в Видненском перинатальном центре. Беременность, как и роды, прошли без осложнений. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Не часто такое бывает. Женщина 11-й роды, 12-й ребеночек. У женщины в анамнезе двойня, доношенная, благополучно все, слава Богу, прошло. И в этот раз 11-й роды. Малыш очень хороший, 3500 весом. Мама сама так быстро восстановилась. Врачи хорошие. Роды очень хорошо принимают. Сочувствие проявляют всегда. Внимательные. Да, внимательные. И мне, в принципе, я почему-то сюда ездю. Здесь вертикальные роды. И специалисты хорошие. В Видненском перинатальном центре трудятся специалисты самого высокого уровня. На недавнем третьем съезде детских врачей Московской области сразу несколько медиков учреждения были отмечены высокими наградами. Знак за заслуги перед Московской областью третьей степени получила неанатолог Наталья Князева, которая стояла у истоков создания одного из лучших отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Подмосковье. Именно здесь творятся настоящие чудеса. Медики выхаживают младенцев весом от 400 граммов. Это заслуга не только моя, это заслуга, понятно, всего коллектива и, в первую очередь, главного врача, который дает возможность работать и применять свои знания, умения. Для этого нужно создать еще условия. Поэтому коллективы реанимации и не только реанимации отделений новорожденных, отделений патологии. Также почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения Московской области награждены заведующие отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Максим Новиков и заведующие отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Елена Трифонова. Екатерина Борисова, Тамара Абидова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Наш муниципалитет славится проведением больших спортивных мероприятий. На этот раз в Дворце спорта «Видное» прошло первенство Ленинского городского округа под зюдо. Одного из самых массовых видов спорта. Турнир был открытым и на татаме вышли спортсмены из многих субъектов нашей страны. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Во Дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа под зюдо среди юношей и девушек 2010-2013 годов рождения. Соревнование это традиционное. С момента открытия нашего дворца мы и принимаем ребят, которые увлечены и занимаются этим замечательным видом спорта. Поэтому я поздравляю всех, всем желаю победы и ждем, ждем, приезжайте каждую осень. На татаме вышли мальчики и девочки из Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации. Схватки проходили между юными спортсменами разных возрастов и весовых категорий. Все участники отмечали высокий уровень организации соревнований. Здесь хороший большой зал, всегда ездят размяться, ездят посидеть, хорошая электроника, все оснащено. Родители видят, кто борется, на каком татаме, кого вызывают. Ленинский городской округ на турнире представляли воспитанники спортивного клуба «Орленок». Во время тренировок опытный тренерский состав хорошо подготовил дзюдоистов к состязаниям. Сначала идет разминка, часы, потом мы боремся, или отрабатываем приемы. Диана Давлетбаева приехала на соревнования из Тульской области. Дзюдо она занимается с шести лет и часто принимает участие в разных турнирах. На этот раз она заняла первое место в своей категории. Первая девочка была не очень сильная, была легкая, а вторая, ну, с ней уже надо было попасть. Все победители и призеры получили заслуженные кубки и памятные медали. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова